Привет! Сегодня речь пойдет о Нарвской. Казалось бы, это не центр и что здесь такого интересного? А на самом деле интересного тут масса. Район многогранный, я бы даже сказала многослойный. Во-первых, здесь рядом парк Екатерингов и его история. События 1905 года, Кровавое Воскресенье, происходили тоже здесь, в том числе в нескольких районах города. История Нарвских триумфальных ворот, история развития метро Петербурга, наконец, история Нарвской заставы как такого рабочего района, центра рабочего движения, ну и много всего интересного другого. Обо всем рассказать, к сожалению, за один раз не смогу, потому что это большой объем и остановлюсь только на интересных моментах с моей скромной точки зрения. Итак, здесь когда-то находилась почтовая дорога на Нарву. Ну и, соответственно, она дала название заставе, которая находилась здесь. Точнее, она мигрировала в пространстве. Сначала застава была ближе к центру, на фонтанке у Калинкина моста, потом переместилась за водный канал. Ну и, соответственно, дорога на Нарву, название Нарвская застава. В начале 20 века это становится таким рабочим районом, поскольку здесь появляется множество заводов и фабрик, центр рабочего движения. А 30-е годы 20 века это уже совсем другой район. Уютный уголок конструктивизма, Новый Ленинград. На этом остановлюсь еще подробнее. Так вот, когда-то, а точнее в начале 18 века, когда город только формировался, отсюда из этих мест начиналась Петерговская дорога. Та самая дорога на Петергов, ну, скажем так, императорская. Здесь было, ну, вообще это городское предместе, естественно. И было очень много здесь дач, усадеб. Отсюда, кстати, та самая известная теория о происхождении слова «дача». Считается, что Петр I раздавал глагол «давать», давал участки земельные своим подданным и приказывал строить на них усадьбы и облагораживать территорию, чтобы вся дорога на всем и, собственно, протяжении была очень красивая. Ее называли «прелестный переезд из Парижа в Версаль». Ну, по аналогии. Во второй половине 19 века особо активно здесь и на обводном канале, и за обводным каналом строят множество фабрик и заводов. Появляются крупные заводы. Казен и чугунолитейный завод, который впоследствии стал Путиловским, а сегодня все мы его знаем как Кировский завод. Тентелевский химический завод, который ныне Обуховский. И Катеринговская мануфактура, да вообще множество предприятий. Ну, естественно, поскольку на фабриках и заводах работают рабочие, им нужно где-то рядом с производствами жить. Вот почему ведется активная такая застройка. Появляются новые кварталы городские. Ну, в основном, естественно, живет беднота, потому что большинство этих рабочих так или иначе были малоимущими. Но когда-то, еще отмотая время назад, можно сказать про эту Нарвскую заставу не просто как рабочий район, а еще и огородный. В этой местности некогда проживал такой Аврам или Абрам Ушаков. Считается, что он пришел в город в 1840-х из Ярославской губернии. На какие-то средства, которые у него были с собой, он купил здесь за Нарвской заставой немного земли и стал заниматься садоводством. И так у него это хорошо пошло, что вот все овощи и фрукты продавал. И дело дошло до того, что он стал даже поставщиком императорского двора. Но помимо того, что он был успешным огородным предпринимателем, он еще и был меценатом. И он очень много своих средств вкладывал в развитие данной местности. На его средства построили, например, Емельяновское училище, Ушаковское-Земское, как тогда называли. Помимо прочего, у училища при нем был приют, в основном для малолетних девочек, и тоже Ушаков спонсировал этот приют. Появилась Емельяновская больница, Ушаковское-Земское. В общем, он такой был благотворитель и очень, естественно, повлиял на развитие данной местности. В топонимике города сохранилось о нем упоминание. Сейчас это огородный переулок, он существует. А также ныне современная улица Зои Космодемьянской, когда-то называлась Ушаковской или Новоушаковской. Вот, собственно, в честь этого Абрама Ушакова. Ну и, помимо прочего, упомянул, конечно же, про то, что район, поскольку он был рабочим, и рабочие эти были в основном бедные, в начале 20 века район становится весьма криминальным. Вот, что писали в 1903 году в Петербургском листке. В праздничные дни стало невозможным пройти благополучно по Нарвскому проспекту, Сутугинской улице или Старопетерговскому проспекту. Из чайной на Нарвском проспекте и из переулка номерных бань беспрестанно выскакивают буяны, взрослые подростки, пристающие к прохожим, особенно к дамам. Многие родители этой местности боятся отправлять своих дочерей в школу без провожатых. Большие безобразия замечаются также по другую сторону Нарвских ворот, где в доме по берегу реки Таракановки недавно поселилась около дюжины женщин, обитательность горячего поля. В их логовищах устраиваются прямо-таки неподдающиеся описанию дебоши. Но, несмотря на такую криминальную составляющую района, его развитие, конечно, продолжалось, хотя санитарное состояние оставляло желать лучшего. Здесь еще в начале 20 века не было толком нормальных дорог и тротуаров тоже не было. В том же петербургском листке писали, домовладельцев местных дач наконец-таки принудили устраивать мостки и тротуары около своих домов. Благодаря этому исчезли сточные канавы по обеим сторонам дорог. Но, несмотря на вот это вот все, такое неприглядное состояние района, транспорт здесь появился еще в 1880-х, то есть в конце 19 века. Частное акционерное общество организовало здесь Путиловскую линию конной железной дороги, то есть ту самую конку. Она была одноколейная и тянулась от ворот до завода и дальше. В ту сторону, в южную. Ну а в 1909 году Николай II подписывает устав общества Ароненбаумской электрической дороги. И появилась та самая знаменитая Аронелла. Трамвай, пути которого протянулись также от ворот через завод и дальше-дальше в Стрельну и Петергоф. Общая протяженность дороги на тот момент была 66 километров. Считается это мировым рекордом. Ну, собственно, это был трамвай. Но для того времени можно сказать смело, что суть этой дороги трамвайная была в том, что это был такой пригородный поезд. За моей спиной станция метро Нарвская. Одна из самых интересных в нашем городе, между прочим, метро стали строить в марте 41-го года. Потом история внесла свои коррективы, понятно, и строительство пришлось заморозить. Шахты были залиты водой, котлованы засыпаны. И удалось возобновить строительство метро только в 45-м году. Через 10 лет, в 1955 году, появилась в Ленинграде первая красная линия метро. Ну, соответственно, ее станции. Если спуститься туда вниз, то можно увидеть, что мотив оформления этой станции – трудовая слава советского народа. Там представлены самые разные профессии. Есть своего рода пасхалка. Архитекторы этой станции, как считается, оставили такую отсылку к Монферрану. Как известно, по проекту Монферрана строили Исаакиевский собор. И там на барельефе с западной стороны собора архитектор изобразил сам себя таким красивым, с макетом собора в руках. А здесь, внизу, на станции строители держат макет станции метро. Ну, вот и считается, что такой привет Монферрану передали. Общество этой станции связано множество всяких легенд и домыслов. Она, например, имеет путевое развитие. Что характерно для станций либо пересадочных, либо конечных. Ну, по понятным причинам. Зачем здесь сделали этот побочный путь, непонятно. Но, естественно, в народе возникли домыслы, что якобы пытались построить некий подземный город. Ну, или тоже другое распространенное мнение о том, что ее хотели назвать сталинской. Не факт, что хотели. Очень распространенная теория. Внизу, на станции, действительно, находилось изображение Сталина. Мозаичное панно. Потом его убрали. А вообще, раньше в метро у нас было много изображений вождя. Практически на каждой станции, опять же, убрали их всех, за исключением одной станции. Вот, если, кстати, знаете ответ на этот вопрос, на какой станции у нас до сих пор есть Сталин, не используя Google и Яндекс, естественно, можете написать в комментариях. Ну, отмотаем время назад, к другой эпохе. В 1814 году, победив войска Наполеона, наша русская армия возвращалась домой. И вот Александр I повелел построить триумфальные ворота для того, чтобы войска торжественно входили в город. Был выбран проект архитектора Кваренги, который, по его проекту, построили ворота буквально за месяц. То есть, очень быстро, но не на этом месте, а ближе к обводному каналу они стояли. Из дерева и гипса. Дерево, как известно, материал весьма недолговечный, тем более в нашем питерском климате влажном. Ну, и через несколько лет эти ворота пришли в упадок. Было приказано ворота перестроить. И уже выбирают другой проект Василия Стасова, который, в общем-то, сохраняет идею предыдущего архитектора ворота в стиле Ампир. На этом месте, на месте реки Таракановки. Здесь они украшены колесницей, которая управляется славой. А внизу древние русские витязи. Кстати, эти витязи одеты в одежду, которую создавали по рисункам из оружейной палаты Московского Кремля. Надписи на воротах. Там идет перечисление полков, которые принимали участие в войне, а также места сражений. Ну, и, собственно, уже материал был выбран другой кирпич и медь, что в итоге стало более долговечным. Скульптуры создавали скульпторы Пименов и Димут Малиновский. Они очень часто работали в паре. Например, вот аналогичная колесница есть на арке главного штаба на Дворцовой площади. Там те же ребята работали. А коней делал Петр Клод. Ну, тот самый Клод, который этих коней наштамбовал множество. Самый известный на Ничковом мосту. А вот эта работа считается его такой первой серьезной работой. В 1888 году здесь, в воротах, устроили городской архив. Хранилось множество документов. Но его сожгли во время февральской революции 1917 года. А ровно через 100 лет в воротах устроили музей. Он и по сей день здесь работает. Это филиал музея городской скульптуры. Есть хороший повод побывать. Музей уютный. Да, в общем-то, внутри ворот также сможете побывать. Городских легенд тут тоже хватает. Ну, самое распространенное, что наверху ворот живет некий дух или колдун. И вот эта фигура иногда появлялась. Я зачитаю. Тут есть дух ворот. Как только часы били полночь, появлялась еще одна скульптура, которая иногда поднимала вверх руки, словно приветствуя тех, кто внизу. Говорят, что жители близлежащих домов даже сторонились в ворот в ночное время и боялись смотреть на скульптуры. И вот один из художников-авангардистов Павел Филонов изобразил на своей картине вот этого колдуна. Картина так и называется «Нарские ворота». Она написана в 1929 году. И из-за нее, как считается художника, называли очевидец незримого. А в 1920-х принимается решение новой советской властью построить в районе Нарвской заставы Новый Ленинград. В 1924 году архитектор Лев Ильин разрабатывает план реконструкции этого всего района. Целый ансамбль конструктивистских зданий формируется. Состоял он из двух площадей, скажем так, которые формировали этот ансамбль. Это нынешние площади Стачек и Кировская. И появился тот самый знаменитый Путиловский городок, где построили энное количество зданий. У каждого здания было свое четкое предназначение. Дело в том, что после революции 1917 года в стране ничего нового не строили. Была разруха. Строить было не на что. И в скорости советская власть, большевики приходят к выводу, что надо строить, скажем так, в таком стиле, который совпадает с курсом партии. Противопоставление всему такому старому, отжившему буржуйскому. Появляется тот самый конструктивизм. И буквально несколько лет, в течение 10 лет было построено множество интересных зданий, что в Ленинграде, что по всей стране. Пик конструктивизма приходится где-то на 28-й год примерно. И буквально несколько лет. А потом курс партии изменился. И изменился архитектурный стиль на диаметрально противоположный, на сталинский ампир. Вообще конструктивизм, кстати, единственный стиль архитектурный, который появился у нас в стране. И его такими родственниками можно считать немецкий Bauhaus и голландский Bestail. Ну, лично я больше не знаю аналогичных стилей. Основными такими отличительными признаками в идеале считается полное отсутствие украшений. Акцент на функциональность здания, на простоту, на геометрические формы. Очень часто использовалось в конструктивистских зданиях ленточное остекление. Ну и вот сейчас я вам расскажу о нескольких таких интересных зданиях. В первую очередь это ДК имени Горького. Вообще этот дворец культуры первый в Ленинграде и вообще первый построенный советской властью во всей стране. Задумывался он, естественно, как концертно-развлекательный комплекс. Там же был еще и кинотеатр. В плане это здание напоминает, ну, как считают специалисты, напоминает сжатый кулак, что символизирует мощь. И интересно, что за свои такие вот архитектурные геометрические формы в 1937 году это здание получило гран-при на всемирной выставке в Париже. А строили его несколько человек, там Гигелла, Дмитриев и другие. Сцена этого ДК помнит много известных имен. Владимир Маяковский, Зинаида Райх, Клавдия Шульженко, Андрей Миронов, Олег Янковский, Аркадий Райкин, ну и много других. И сегодня здание используется по назначению, там концертная площадка, и, насколько я знаю, еще функционирует ряд кружков, то есть там спортивные, творческие и так далее. А здание напротив это прекрасное здание Кировского универмага, а вообще-то по факту это бывшее здание фабрики кухни. Вообще фабрика кухня как идея появилась, чтобы освободить женщину от кухонного рабства. Советская власть объявляла, скажем так, войну мещанским закопченным кухням. Если что, это не моя формулировка, это их. Соответственно, в новом советском государстве стали строить здания, ну в частности жилые, без кухонь, либо с очень маленькой кухней. Почему? Потому что питаться ты должен не дома, а в коллективе. И поэтому фабрики кухни стали появляться по всей стране, чтобы удовлетворить людей в еде. Ну в частности, в промышленных районах. Самую первую фабрику кухню, кстати, построили в 25-м году в городе Иваново, который тогда назывался Иваново-Вознесенск. Ну по понятным причинам там было очень много фабрик, фабрик ткацких, и там потребность в этом была. Ну и соответственно здесь, вот это здание занимает целый квартал. Готовилось тут в день порядка 60 тысяч комплексных обедов. Если вдуматься, цифра реально гигантская. Часть съедала здесь, часть уезжала по заводским столовым, ну и какую-то часть продавали также в розницу. Интересной этажностью этого здания, потому что каждый этаж имел свое предназначение. В подвале находились холодильные установки и продуктовые склады. В полуподвале хлеборезки и комнаты для персонала. Первый этаж занимали производственные помещения, ну то есть там, где готовили еду. Там же была лаборатория для контроля качества и магазин, который продавал полуфабрикаты. Второй этаж, это столовые. Ну то есть те самые залы, где принимали пищу в коллективе. И там же существовала система самообслуживания. На втором этаже уже, нет, мру, какой второй этаж, это уже третий. На третьем этаже банкетные залы. И, кстати, если посмотреть на это здание, там где сейчас написано Tokyo City, это как раз то самое ленточное остекление, основной из признаков конструктивизма. Ну а наверху также находилась летняя площадка, терраса для приема пищи в летнее время. Ну и, возможно, для приема солнечных ванн. Когда оно выползает в нашем городе, это уже успех. По проекту Гигелла и Кричевского построили еще одно здание. Вот это, такой тоже типичный конструктивизм, дом технической учебы. Дело в том, что ДК, вот, собственно, рядом с нами, ставил своей задачей, помимо развлекательной, ну, естественно, культурно-развлекательной, еще одну цель – повышение квалификации рабочих. Но места там внутри не хватало. Поэтому было принято решение построить отдельно стоящее здание. Задумывалось, что эти два здания, то есть ДК и дом технической учебы, будут соединены воздушным переходом. Но в итоге от этой идеи отказались, как и отказались от ленточного остекления там. Потому что изначальный проект несколько отличался, но, видимо, посчитали, что ленточное остекление достаточно дорогостоящее. Ну и сделали несколько проще. Там внутри было оборудовано две, точнее, три огромные аудитории на 150 мест для занятий. Ну и также множество помещений, разные мастерские, лаборатории и так далее. Позже в этом здании находился комбинат целлюлозно-бумажной промышленности, а в 90-е оно оказалось в аварийном состоянии и было закрыто. Ну, вот сейчас, к счастью, отреставрировали. Ну, как по мне, не до конца. Но, тем не менее, используют дом мебели теперь там. Пошли. Это мое любимое здание в этом районе. Школа 10 октября. Это первая школа, построенная советской властью, опять-таки, в городе. Архитектор Никольский создавал это здание, и если смотреть на него, опять-таки, в плане с высоты птичьего полета, то оно напоминает серп и молот перекрещенные. Так символично очень. Здесь школа была передовая, и даже была собрана специальная комиссия, которая разрабатывала метод обучения. Он назывался лабораторно-бригадным. Здесь, помимо классов традиционных, так сказать, были также созданы кабинеты типа мастерских, лабораторий, чтобы дети многогранно, скажем так, развивались. И у них даже есть, запроектирована была своя обсерватория собственная. Вот ее купол. Ну, конкретно с этой обсерваторией вышло не очень хорошо. Через несколько лет после открытия школы, что-то там произошло в куполе, она сломалась. И очень долгое время ее не чинили. И даже в начале 2000-х Валентина Матвиенко подарила этой школе новый телескоп на юбилей. Но, насколько я знаю, даже после этого телескоп не починили. А было бы очень интересно. Вот здесь, за школой, ну, точнее, с другой ее стороны, существует у нас вот такой прекрасный спортивный символ. Гантели, ракетка, ну и серп и молот. Вот я зачитаю по этому поводу. Серп и молот, перекрещенные с гантелей и теннисной ракеткой. При Сталине, когда советская система уже утвердилась и стала переходить в тоталитарную, такого сделать бы уже не смогли. По сути, это нивелирование государственных символов до уровня спортивных снарядов. Но еще в 1920-е годы это было возможно. А внизу вот эти кубики. Это основание лавочек. И были они запроектированы вместе со школой. Но такие элементы я вам еще сегодня покажу. А само здание расположено очень удачно. В каком смысле? С тем расчетом, что все классы, они расположены как раз с вот этой стороны, будут выходить на южную сторону, на теплую. Сейчас светит солнце. А с другой стороны, со стороны улицы, там северная сторона, это уже вспомогательные помещения, коридоры и так далее. Ну, по крайней мере, изначально так задумывалось. И еще. Мы все с вами, ну, большинство из нас учились в школах с системой 3 окна на класс. Так вот, вот эта система была разработана и построена изначально здесь, в школе 10 октября, 3 окна на класс. И оказалось настолько удачной, что потом во всей стране стали строить школы с таким учетом. Вот здесь сегодня располагается спортивная площадка, которая тоже имеет непосредственное отношение к этой школе. Она же была и в 20-е. Но помимо площадки здесь находился огород. К вопросу лабораторно-бригадного метода. Дети учились здесь не просто наукам, а учились выращивать растения. И они обязательно, все ученики школы, проходили стажировку на предприятиях, на заводах и на фабриках. Это было обязательным. Помимо этого, все ученики делились на бригады, на небольшие группы. И между собой решали задания, всякие домашние задания, задачи. И оценки выставлял им не учитель, а они друг другу. В этом была такая еще идеологическая составляющая. Считалось, что дети молодого советского государства, дети пролетариев умнее буржуйских детей. И они могут сами себя проконтролировать. Их не нужно контролировать. Вот в чем был прикол. В те годы здесь училось в каждом классе до 90 человек. Ну, не знаю, как они тут размещались. Скорее всего, конечно, они просто учились по сменам. Но и другие всякие инновационные методы внедрялись. Например, одно время здесь отказывались от использования парт. И вообще, если вот так вот посмотреть на то, что здесь происходило в 20-е, вот эти методы инновационные, очень напоминает современные инновационные методы. Ну, то есть то, что внедряется, скажем так, и используется в образовании на сегодняшний день. Всякие экспериментальные школы и так далее. А это были, заметьте, 20-е годы, практически 100 лет назад. Ну что ж, я вам показала, где мы питаемся в коллективе. Где мы развлекаемся, ну, культурно, прошу заметить. Где мы учимся и еще повышаем квалификацию. А где же нам жить? Да и спать. Вот здесь, на тракторной улице. Это такой, своего рода, уникальный конструктивистский жилой массив. Именно жилой. Вот так же построили в те же годы. Здесь 16 трехэтажных корпусов. И все было сделано для комфортного проживания. Улица, опять же, на нее нужно, по задумке архитекторов, тут их несколько человек принимало участие в строительстве, нужно смотреть в плане, с высоты птичьего полета. Она сужается, что дает вот дополнительный такой уют. Опять же, противопоставлялось все буржуйскому стилю. Если у буржуев там, в центре города, непонятная застройка, какие-то дворы, колодцы и так далее, то здесь все дворы сделаны открытыми и широкими, по задумке. Это было важно. Помимо прочего, здесь были запроектированы квартиры. Двухкомнатные и четырехкомнатные. Вот там, где две комнаты, там вообще кухни толком не было. Она соединялась со столовой. Это было единое помещение. В четырехкомнатных небольшая кухня была. Ну, кстати, конструктивистские здания в то время строительство вообще зачастую предполагало отсутствие кухонь, как я уже говорила. Если ты будешь есть дома, все время будешь находиться дома, к тебе придут родственники, друзья, знакомые, вы будете вместе сидеть, что-то обсуждать. В итоге начнете плести заговор и станете буржуями. Так нельзя. Нужно питаться на фабрике кухни. Вот почему во многих зданиях конструктивистских кухонь не было вообще. Ну, например, тот самый знаменитый дом, о котором, я думаю, многие из нас знают, это на Рубинштейна. В народе называется дом слеза социализма. Там еще жила Ольга Бергольц. Так вот, там по изначальному проекту кухонь не было вообще никаких. Здесь все-таки хоть небольшие, но были. Плюс запроектировали также здесь туалеты сразу и место под ванны. Правда, в 20-е еще в молодом советском государстве не производили собственных ванн. Это появилось позже. Ну, и по сторонам света тут тоже ориентированы квартиры были специально, чтобы жилые помещения в основном выходили на юг, где тепло. А все остальные помещения, вспомогательные, там всякие лестничные клетки и так далее, выходили бы на север. Ну, тоже такая забота о человеке. Райончик этот строился, точнее, жил массив для рабочих, но по факту поселились здесь, конечно, в основном мастера, начальники и вот эти вот все. Почему, собственно, улицу назвали тракторной? Потому что в 20... по-моему, в 24-м году с конвейера Путиловского завода сошел первый трактор, первый в Советском Союзе. Его называли Фордзон-Путиловец, потому что этот трактор был типа Фордзон. Он производился по лицензии компании Форд в Советском Союзе. И, насколько я знаю, подобного типа трактор до сих пор производится в США. Ну, у нас его уже давно не производят, но, тем не менее, вот чтобы увековечить это важное событие производства первого трактора, эту улицу и назвали тракторной. И она же в плане, опять-таки, напоминает след от колес трактора. То, что я вам показывала возле школы, вот эти кубики, вот они же здесь. На каждом корпусе они есть. То есть это, опять-таки, тоже было запроектировано вместе с жилмассивом. Здесь предполагалось, что будут, ну и когда-то, наверное, были лавочки. А еще здесь такой интересный элемент есть, как полуарка. Но, то есть, многие корпуса здесь соединены именно таким элементом. Это тоже было сделано в какой-то степени идеологически, в противопоставлении, в отжившем, скажем так, буржуйском образе жизни. В классической архитектуре, которая там использовалась, один из основных элементов – это арка, то есть симметрия. Здесь вот эти полуарки были сделаны, ну вот как на противопоставлении к старому архитектурному стилю. Ну и плюс добавляли такого изящества, уюта этому конструктивистскому городку. И заметьте, вопросу, почему именно район бывшей Нарвской заставы стал вот таким экспериментальным полигоном для нового стиля конструктивизм. Скорее всего, здесь и была такая идеологическая составляющая, поскольку это район бывшего рабочего движения, стачки и все прочее, борьба за свободу. И, соответственно, рабочие заводов, ну в частности Путиловского, играли непосредственную роль и принимали участие во всех трех революциях. Ну вот, вероятно, именно из-за этого Нарвская и стала экспериментальным районом. И еще про цвет, важно сказать. Здесь он такой жизнеутверждающий, персиковый, кому-то розоватый. Этот цвет был выбран не случайно. Сама его идея была взята архитектором Симоновым у Швеции. Там тоже климат, ну и общая обстановочка весьма серая. Поэтому здания все красят в яркие, теплые цвета. Ну, чтобы хоть как-то глаз радовался. Вот здесь эта идея в сером Ленинграде была использована. Опять же, добавляет уюта, теплоты и комфорта. Вот почему тракторная улица и этот жилой массив, названный в народе, да и сейчас так называют, Персиковый городок. Вот здесь, на площади памятник Кирову, вот этот был установлен в 1938 году. А за три года до этого объявили на него конкурс. И прислано было какое-то гигантское количество проектов, больше двухсот. Жюри не могла никак определиться, кто же лучший. Присуждали там какие-то вторые, третьи места. Но в итоге выбрали вот этот вот проект Томского и Троцкого. Здесь было очень важным ориентировать фигуру Кирова, чтобы он смотрел не на Нарвские ворота, в ту сторону, а наоборот, в сторону завода. И как бы приветствовал его рабочих. Ради этого специально даже ориентировали вот эту площадь, перестраивали ее. Чуть попозже здесь устроили сквер. И еще немаловажный момент. Фигуре Кирова нужен был хороший однородный фон. Не просто там какие-то постройки непонятные или пустота. Поэтому вот этот вот дом за ним по проспекту Стачек-16 построили специально для того, чтобы у Кирова был красивый фон. Вот так вот раньше подходили к вопросам строительства. Такая доминанта всего этого конструктивистского района, центр управления, так сказать, это здание Кировского райсовета. В нем реализовано все, скажем так, это апофеоз конструктивизма. Обычно все конструктивистские здания, ну как мы уже убедились на примере других, они напоминают что-то. Либо серп и молот, либо какой-то корабль, либо ракету, ну что угодно. В данном случае вот это здание тоже оно своего рода перекликается с каким-то кораблем. По проекту Ноя Троцкого его построили, того самого Ноя Троцкого. По проекту которого построен известный у нас большой дом на Литейном проспекте. Здесь сохраняется основной функционал здания, то есть раньше это был Кировский райсовет. Сегодня здесь тоже расположены всякие службы, ну в первую очередь администрация Кировского района. Основное здание четырехэтажный корпус. От него перпендикулярно отходят дополнительные корпуса, причем они соединены воздушными переходами. Ну то есть чтобы добавить некой легкости этой конструкции, ну и такая доминанта вообще всего района, это вот эта 11-этажная башня. Кстати, как раз в этом здании тоже использовано то самое ленточное остекление, которое часто применялось в строительстве конструктивистских зданий. А еще по задумке архитектора, вот этот первый этаж планировали убрать, оставить там только опоры. Для чего? Для того, чтобы устроить там парковку. Казалось бы, зачем такая обширная парковка? Откуда столько машин? Тоже была идеологическая составляющая. Дело в том, что считалось, что государство движется от социализма к коммунизму. И вот в процессе этого движения у всяких начальников, важных должностных лиц будет появляться у каждого свой автомобиль. То есть автомобилей со временем станет больше. Ну, в итоге от идеи парковки отказались, убирать первый этаж не стали. Да, в общем-то, к коммунизму мы тоже не пришли, но это уже совсем другая история. Еще очень интересный момент. Как я уже говорила, после революции, первые годы советской власти, реально была проблема с деньгами. То есть, в общем-то, и со строительными материалами в частности. Поэтому пытались строить, ну, как бы из всего, что было, и из палок тоже. Опять же, буржуйские здания, вот эти вот все старые, они им не нужны. Поэтому разрушались и обычные здания, и церкви, и даже кладбища. Что можно было забрать с кладбища? Ну, в первую очередь, мраморные плиты. Так вот, очень часто мраморные плиты перемалывали в крошку и облицовывали ими здание. Вот здесь, вот это вот полукружие в частности, облицовано вот такой вот могильной крошечкой. И считается, что часть плит взята с того самого Емельяновского кладбища, где похоронен Авраам Ушаков. Ну, помните, который огородный меценат? И вот в народе возникла, ну, такая некая мысль, идея, что таким образом Ушаков как бы вернулся в этот район. Да, идея странная, но тем не менее она есть. Ну, что ж, чтобы немножечко разбавить вам конструктивизм, расскажу про вот эту решеточку. Сам парк называется парком 9 января. Ну, и, помимо прочего, считается, что это первый парк, который разбила советская власть в Советском Союзе. Такой район первых. 9 января говорит нам о том, что, соответственно, в названии увековечили подвиг рабочих во время Кровавого Воскресенья. Ну, а решетка сюда, конечно, не вписывается. А дело в том, что когда-то эта решетка окружала сад Зимнего дворца. Он назывался Собственный сад. Очень хорошо на дореволюционных фотографиях и картинах его видно со стороны Адмиралтейства он находился. Эту решетку ковали вручную 200 человек на протяжении полутора лет из шведского железа в рижских мастерских. Кстати, вот здесь как раз мы видим, есть элемент, которого не хватает в других секциях. Решетку установили в 1898 году по проекту Мельцера. В чем ее уникальность? Дело в том, что каждый элемент этой решетки – это ручная ковка. То есть это такой стопроцентный хендмейт. Здесь не было использовано ни одного штампа. В 1900 году на Всемирной выставке в Париже эта решетка получила гран-при. Я считаю, что абсолютно заслужено, потому что это реально уникальная вещь. Конечно, на выставку ездила не вся решетка, а только ее какие-то отдельные звенья, отдельные элементы. Но, естественно, во время революции 1917 года толпа сносила, чуть ли не выламывала руками элементы этой решетки. И часть из них, естественно, были утрачены. Вот наглядный пример вот этих утраченных элементов. Естественно, здесь не пустота, а должен быть двуглавый орел или царский вензель. Но, соответственно, после того, как решетка эта валялась на Дворцовой набережной и благополучно ржавела, ее, к счастью, смогли собрать все, что осталось, и установили здесь, вот вокруг этого парка. Сейчас я не знаю, какие планы у городских властей насчет этой решетки, насколько ее отреставрировать и, соответственно, вернуть утраченные элементы. Но такую уникальную вещь, безусловно, нужно сохранять и восстановить. Я лично просто, честно говоря, восхищаюсь. Действительно уникальная вещь. Ну что ж, вот как раз мы сейчас пришли от этого прекрасного забора у парка 9 января по улице Зои Космодемьянской, про которую я вам говорила, что когда-то она называлась Ушаковской, Новоушаковской. И под конец вам немного заброшечки. Поскольку питаться мы должны в коллективе, то мыться мы должны там же, в том самом коллективе. Вот когда-то это был такой крупный комплекс этого района, банный комплекс. Ну, помимо прочего, в коммунальных квартирах какие были ванны душевые в то время, не было их. А район рабочий, очень много людей, которые хотят после смены пойти и помыться. И вот, собственно, мылись они здесь. В день, это гигантский банный комплекс на самом деле, здесь могли мыться 4000 человек абсолютно спокойно. Ну, естественно, это здание, как и многие другие, строилось из подручных материалов, использовали все подряд. И вот сейчас, к сожалению, мы видим его в таком состоянии. Но если посмотреть на старые фотографии, на само здание, как оно задумывалось, то можно увидеть, что действительно это был такой, тоже своего рода, инновационный, очень интересный конструктивистский проект. Я очень надеюсь, что это здание, которое сейчас, вот, как видно, стоит и разрушается, не будет разрушено до основания, а кто-то за него возьмется и реставрирует. Хочется в это верить. Пусть здесь будет что угодно, хоть офисы, но не вот такое. На этой позитивной ноте и на фоне вот этой вот красоты я сегодня закончу. С вами была Ира, гид в шляпе. Если хотите индивидуальную экскурсию не на фоне заброшки, а по красоте, например, по парадному Петербургу, то вы можете мне написать. Мои контакты есть в описании к этому видео. Будет еще много интересных историй. Всем спасибо, всем пока! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!